Политическая экономия относится к числу общественных наук. Она изучает законы общественного производства и распределения материальных благ на различных ступенях развития человеческого общества. Основой жизни общества является материальное производство. Чтобы жить, люди должны иметь пищу, одежду и другие материальные блага. Чтобы иметь эти блага, люди должны производить их, должны трудиться. Люди производят материальные блага, то есть ведут борьбу с природой. Не в одиночку, а сообща, группами, обществами. Следовательно, производство всегда и при всех условиях является общественным производством, а труд – деятельностью общественного человека. Процесс производства материальных благ предполагает следующие моменты. Первое – труд человека. Второе – предмет труда. И третье – средство труда. Труд есть целесообразная деятельность человека в процессе, которую он видоизменяет и приспособляет предметы природы для удовлетворения своих потребностей. Труд является естественной необходимостью, непременным условием существования людей. Без труда была бы невозможна сама человеческая жизнь. Предметом труда является все то, на что направлен труд человека. Предметы труда могут быть непосредственно даны самой природой, например, дерево, которое рубят в лесу, или руда, которую извлекают из недр земли. Предметы труда, которые раньше подвергались воздействию труда, например, руда на металлургическом заводе, хлопок на предельной фабрике, носят название сырья или сырых материалов. Средствами труда являются все те вещи, при помощи которых человек воздействует на предмет своего труда и видоизменяет его. К средствам труда принадлежат прежде всего орудия производства, а также земля, производственные здания, дороги, каналы, склады и т.д. В составе средств труда определяющая роль принадлежит орудиям производства. К ним относятся многообразные орудия, которые человек применяет в своей трудовой деятельности, начиная с грубых каменных орудий первобытных людей и кончаясь современными машинами. Уровень развития орудий производства служит мерилом власти общества над природой, мерилом развития производства. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими орудиями производства. Предметы труда и средства труда составляют средства производства. Средства производства сами по себе, вне соединения с рабочей силой, представляют лишь груду мертвых вещей. Для того, чтобы мог начаться процесс труда, рабочая сила должна соединиться с орудиями производства. Рабочая сила есть способность человека к труду, совокупность физических и духовных сил человека. Благодаря которым он в состоянии производить материальные блага. Рабочая сила – активный элемент производства. Она приводит в движение средства производства. С развитием орудий производства развивается и способность человека к труду, его умения, навыки, производственный опыт. Орудия производства, при помощи которых производятся материальные блага. Люди, производящие в движении эти орудия и осуществляющие производство материальных благ, благодаря известному производственному опыту и навыкам к труду, составляют производительные силы общества. Трудящиеся массы являются основой производительной силы человеческого общества на всех этапах его развития. Производительные силы выражают отношение людей к предметам и силам природы, используемой для производства материальных благ. Однако в производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существуют их отношения к природе и имеют место производства. Определенные связи и отношения людей в процессе производства материальных благ составляют производственные отношения. Характер производственных отношений зависит от того, в чьей собственности находятся средства производства. Земля, леса, воды, недра, сырые материалы, орудия производства, производственные здания, средства сообщений, связи и т.д. в собственности отдельных лиц социальных групп или классов, использующих эти средства для эксплуатации трудящихся, или в собственности общества, целью которого является удовлетворение материальных и культурных потребностей народных масс всего общества. Состояние производственных отношений показывает, как распределяются между членами общества средства производства и, следовательно, также и материальные блага, производимые людьми. Таким образом, основой производственных отношений является определенная форма собственности на средства производства. Отношения производства определяют и соответствующие отношения распределения. Распределение является связующим звеном между производством и потреблением. Производимые в обществе продукты служат производственному или личному потреблению. Производственным потреблением называется использование средств производства для создания материальных благ. Личным потреблением называется удовлетворение потребности человека в пище, одежде, жилище и т.д. Распределение производственных предметов личного потребления зависит от распределения средств производства. В капиталистическом обществе средства производства принадлежат капиталистам, ввиду чего продукты труда также принадлежат капиталистам. Рабочие лишены средств производства и, чтобы не умереть с голоду, вынуждены работать на капиталистов, присваивающих продукты их труда. В социалистическом обществе средства производства являются общественной собственностью, ввиду этого продукты труда принадлежат самим трудящимся. В общественных формациях, где имеется товарное производство, распределение материальных благ осуществляется путем обмена товаров. Производство, распределение, обмены потребления составляют единство, в котором определяющая роль принадлежит производству. Совокупность производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Появившись на свет надстройка, в свою очередь, оказывает обратное, активное воздействие на базис, ускоряя или задерживая его развитие. Производство имеет техническую и общественную сторону. Техническую сторону производства изучают естественные и технические науки. Физика, химия, металлургия, машиноведение, агрономия и другие. Политическая экономия изучает общественную сторону производства. Общественно-производственные, то есть экономические отношения людей. Политическая экономия, писал Владимир Ильич Ленин, занимается вовсе не производством, а общественными отношениями людей по производству общественным строем производства. Политическая экономия изучает производственные отношения в их взаимодействии с производительными силами. Производительные силы и производственные отношения в их единстве образуют способ производства. Производительные силы являются наиболее подвижными и революционным элементом производства. Развитие производства начинается с изменений в производительных силах, прежде всего с изменений и развития орудий производства, а затем происходят соответствующие изменения и в области производственных отношений. Производственные отношения людей, развиваясь в зависимости от развития производительных сил, в свою очередь сами активно воздействуют на производительную силу. Производительные силы общества могут развиваться беспрепятственно, лишь в том случае, если производственные отношения соответствуют состоянию производительных сил. На известной ступени своего развития производительные силы перерастают рамки данных производительных отношений и вступают с ними в противоречие. В результате этого старые производственные отношения раньше или позже сменяются новыми производственными отношениями, соответствующими достигнутому уровню развития и характеру производительных сил общества. С изменением экономического базиса общество изменяется и его надстройка. Материальные предпосылки для смены старых производственных отношений новыми возникают и развиваются в недрах старой формации. Новые производственные отношения открывают простор для развития производительных сил. Таким образом, экономическим законом развития общества является закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил. В обществе, основанном на частной собственности и эксплуатации человека человеком, конфликты между производительными силами и производственными отношениями проявляются в классовой борьбе. В этих условиях смена старого способа производства новым осуществляется путем социальной революции. Политическая экономия есть историческая наука. Она имеет дело с материальным производством в его исторически определенном общественной форме с экономическими законами, присущими соответствующим способам производства. Экономические законы выражают сущность экономических явлений и процессов, внутреннюю причинную связь и зависимость существующих между ними. Каждому способу производства присущ свой основной экономический закон. Основной экономический закон определяет главные стороны – существо данного способа производства. Политическая экономия исследует прежде всего особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена, и лишь в конце этого исследования она может установить немногие, вполне общие законы, применимые к производству и обмену вообще. Следовательно, различные общественные формации в своем развитии определяются не только своем специфическом экономическом развитии, но и теми экономическими законами, которые общие для всех формаций. Например, законом обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил. Стало быть, общественные формации не только отделены друг от друга специфическими экономическими законами, присущими данному способу производства, но и связаны друг с другом некоторыми общими для всех формаций экономическими законами. Законы экономического развития являются объективными законами. Они отражают процессы экономического развития, совершающие независимо от воли людей. Экономические законы возникают и действуют на базе определенных экономических условий. Люди могут познать эти законы и использовать их в интересах общества, но они не могут уничтожать или создавать экономические законы. Использование экономических законов в классовом обществе всегда имеет классовую подоплеку. Передовой класс каждой новой эпохи использует экономические законы в интересах развития общества, тогда как отживающие классы сопротивляются этому. Политическая экономия изучает следующие известные истории основные типы производственных отношений. Первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, социализм. Первобытно-общинный строй является доклассовым общественным строем. Рабовладельческий строй, феодализм и капитализм представляют собой различные формы общества, основанные на порабощении и эксплуатации трудящихся масс. Социализм является общественным строем свободным от эксплуатации человека человеком. Политической экономии следует, как происходит развитие от низших ступеней общественного производства к его высшим ступеням, как возникают, развиваются и уничтожаются общественные порядки, основанные на эксплуатации человека человеком. Она показывает, как весь ход исторического развития подготовляет победу социалистического способа производства. Она изучает далее экономические законы социализма, законы возникновения социалистического общества и его дальнейшее развитие по пути к высшей фазе коммунизма. Таким образом, политической экономии есть наука о развитии общественно-производственных, то есть экономических отношений людей. Она выясняет законы, управляющие производством и распределением материальных благ в человеческом обществе на различных ступенях его развития. Методом марксистской политической экономии является метод диалектического материализма. Марксистско-ленинская политическая экономия строится на применении основных положений диалектического и исторического материализма к изучению экономического строя общества. Политическая экономия, в отличие от естественных наук, физики, химии и т.п. не может пользоваться при изучении экономического строя общества экспериментами, опытами, проводимыми в искусственно созданных лабораторных условиях, устраняющих те явления, которые затрудняют рассмотрение процесса в его наиболее чистом виде. При анализе экономических форм, указывал Маркс, нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами, то и другое должно заменить сила абстракции. Каждый экономический строй представляет собой противоречивую и сложную картину, в нем имеются пережитки прошлого и зародыши будущего, в нем переплетаются различные хозяйственные формы. Задача научного исследования состоит в том, чтобы за внешней видимостью хозяйственных явлений, при помощи теоретического анализа, вскрыть глубинные процессы, основные черты экономики, выражающие сущность данных производственных отношений. Результатом такого научного анализа являются экономические категории, то есть понятия, представляющие собой теоретическое выражение производственных отношений данной общественной формации, как, например, товар, деньги, капитал и другие. Так Маркс при анализе капиталистических производственных отношений выделяет прежде всего простейшие, чаще всего повторяющиеся массовые отношения, обмен одного товара на другой. Он показывает, что в товаре этой клеточки капиталистического хозяйства заложены в зародыши противоречия капитализма. Исходя из анализа товара, Маркс объясняет возникновение денег, раскрывает процесс превращения денег в капитал, существо капиталистической эксплуатации. Маркс показывает, как общественное развитие неизбежно ведет к гибели капитализма, к победе коммунизма. Метод Маркса состоит в постепенном восхождении от простейших экономических категорий к более сложным, что соответствует поступательному развитию общества по восходящей линии от низших ступеней к высшим. При таком порядке исследования категории политической экономии, логическое исследование сочетается с историческим анализом общественного развития. Политическая экономия не ставит своей задачей изучение исторического процесса развития общества во всем его конкретном многообразии. Она дает основные понятия о коренных чертах каждой системы общественного хозяйства. Ленин указывал, что политическую экономию надо излагать в форме характеристики, последовательных периодов экономического развития. В соответствии с этим, в настоящем курсе политической экономии, основные категории политической экономии, товар, деньги, капитал и т.д. рассматриваются в той исторической последовательности, в какой они возникали на разных ступенях развития человеческого общества. Так, элементарные понятия о товаре, деньгах, даются еще при характеристике докапиталистических формаций. В развернутом же виде эти категории излагаются при изучении развитого капиталистического хозяйства. Как видно, политическая экономия изучает не какие-либо заоблачные, оторванные от жизни вопросы, а самые реальные и актуальные вопросы, затрагивающие кровные интересы людей, общества, классов. Является ли неизбежной гибель капитализма и победа социалистической системы хозяйства? Противоречат ли интересы капитализма интересам общества и прогрессивного развития человечества? Является ли рабочий класс могильщиком капитала и носителем идеи освобождения общества от капитализма? Все эти и подобные им вопросы решаются различными экономистами по-разному, в зависимости от того, интересы каких классов они отражают. Этим именно и объясняется, что в настоящее время не существует единый для всех классов общества политической экономии, а существует несколько политических экономик – буржуазная политическая экономия, пролетарская политическая экономия, наконец, политическая экономия промежуточных классов – мелкобуржуазная политическая экономия. Но из этого следует, что совершенно не правы те экономисты, которые утверждают, что политическая экономия является нейтральной, не партийной наукой, что политическая экономия независима от борьбы классов в обществе и не связана прямо или косвенно с какой-либо политической партией. Возможно ли вообще объективная, беспристрастная, не боящаяся правды политическая экономия? Безусловно, возможно. Такой объективной политической экономии может быть лишь политическая экономия того класса, который не заинтересован в замазывании противоречий и язв капитализма, который не заинтересован в сохранении капиталистических порядков, интересы которого сливаются с интересами освобождения общества от капиталистического рабства, интересы которого лежат на одной линии с интересами прогрессивного развития человечества. Таким классом является рабочий класс. Поэтому объективной и бескорыстной политической экономией может быть лишь та политическая экономия, которая опирается на интересы рабочего класса. Такой именно политической экономии и является политическая экономия марксизма-ленинизма. Марксистская политическая экономия представляет собой важнейшую составную часть марксистско-ленинской теории. Великие вожди и теоретики рабочего класса Карл Маркс и Фридрих Энгельс явились основоположниками пролетарской политической экономии. В своем гениальном труде «Капитал» Маркс вскрыл законы возникновения развития и гибели капитализма, дал экономическое обоснование неизбежности социалистической революции и установления диктатуры пролетариата. Маркс и Энгельс разработали в общих чертах учения о переходном периоде от капитализма к социализму и о двух фазах коммунистического общества. Дальнейшее творческое развитие экономического учения марксизма получило в трудах основателя коммунистической партии и советского государства, гениального продолжателя дела Маркса и Энгельса Ленина. Ленин обогатил марксистскую экономическую науку обобщением нового опыта исторического развития, создав марксистское учение об империализме, раскрыл экономическую и политическую сущность империализма, дал исходное положение основного экономического закона современного капитализма, разработал основу учения об общем кризисе капитализма, создал новую, законченную теорию социалистической революции, научно разработал основные проблемы строительства социализма и коммунизма. Великий соратник и ученик Ленина Иосиф Виссарионович Сталин выдвинул и развил ряд новых положений политической экономии, опираясь на основные труды Маркса, Энгельса и Ленина, создавших подлинно научную политическую экономию. Марксистско-ленинская экономическая теория творчески развивается в решениях коммунистической партии Советского Союза, в работах учеников и соратников Ленина, руководителей коммунистической партии Советского Союза, коммунистических и рабочих партий других стран. Марксистско-ленинская политическая экономия является мощным идейным оружием в руках рабочего класса и всего трудящегося человечества в их борьбе за освобождение от капиталистического гнета. Жизненная сила экономической теории марксизма-ленинизма состоит в том, что она вооружает рабочий класс, трудящийся массой, знанием законов экономического развития общества, дает им ясность, перспективы, уверенность в окончательной победе коммунизма. Субтитры создавал DimaTorzok